Актеры театра на Левом берегу у нас в гостях сегодня Елена Фадеева и Лея Гопоненко. Доброе утро, девушки. Доброе утро. Вот не получается у тебя, Настя, понимаешь? Да не получится, ну что ж, я не поступила же, поэтому не получается. Не поступила бы. С тобой сижу тут, жизнь свою прожигаю. А могла бы сейчас сидеть вот вместе с девчонками. Шучу, конечно. И так, мы очень рады приветствовать наших гостей из театра на Левом берегу. Говорят, что театры летом не функционируют, но это ложь, живое тому подтверждение. И девушки пришли поговорить не только о том, какие спектакли будут играться летом и где они будут играться, а о том, какие они активные и что могут они не только, понимаешь? Вот давай узнаем, что они могут. Разные делают проекты, очень их много, и вот про один из них мы хотим вас с порога попросить рассказать. Да, Лиды, начни. Да, у нас стартовал, так скажем, проект «Слева направо», то есть спектакль театра на Левом берегу для жителей Правобережья. Вот в чем смысл этого названия, я думаю, что почему? Да, именно так. Театр на Левом берегу, но будем играть на Правом берегу. И первый спектакль в рамках этого проекта – это спектакль «Еще один Джексон». Перебор или «Еще один Джексон». Перебор или «Еще один Джексон», который мы сыграем 14 июня в лоб в парке «Подземка». Да, всех ждем. А расскажите немножко, о чем спектакль там. Спектакль был создан в 2007 году. Спектакль о семейных отношениях, семейных каких-то неурядицах, привлечении чужих лиц каких-то, мужчин. Но в итоге все друг друга любят, все друг друга прощают, понимают, что друг без друга жить не могут. Спектакль очень подвижный, очень темпераментный, очень много юмора в спектакле и каких-то глубоких смыслов. Поэтому всех очень ждем и постараемся. Вы обе две играете в этом спектакле? Да, мы на одной роли. Да? Вы друг друга замечаете? Дублируйте. Как интересно, у нас такого еще не было, чтобы в гостях были исполнители одной и другую. Мы любим и никакие долги друг друга не втыкаем. А что, конечно? Расскажите, это же так интересно. Что каждая из вас вносит в эту роль, как вы считаете? Расскажите друг про друга. Да. Ну, абсолютно разные. Мы с Лидой вообще разные. Когда работает Лида, когда работаю я, это абсолютно два разных статуса. Елена, расскажите, что она делает по-другому, не так, как вы. А вы расскажите, что она делает. Просто я хорошо работаю. Мы с нашей тоже так общаемся обычно. Нет, ну, мы абсолютно разные у нас, я не знаю. По гороскопу. По гороскопу и по жизни, и по возрасту. Либо младше, к сожалению. Но вам обеим как-то близка эта роль по характеру? Вы на нее похожи? Вы знаете, у каждой, ну, знаете как, всегда у артистов получается так, что в жизни какой-то дубль происходит. Если вот спектакль, какая-то роль, как бы ты этого не хотел, все равно в жизни, потом получается какая-то параллель с ролью, с которой ты играешь. Ну вот, что для вас в этой роли похоже на вас? На меня что похоже? Я сейчас не могу открыть все карты. Нет, нельзя в этом страшно. У меня был такой опыт, да, я тоже, так сказать, играл на сцене, да, и, в общем, тоже дублировал, да, то есть мы играли на одну роль с актером... С кем? С Русланом Якиным. Ой, я его знаю, прекрасно. Прекрасно, конечно, и человек, и актер, вот, и иноклассовая у супруга вообще. Привет. Все они молодцы, да, всем привет. Вот, и он что-то брал от меня, когда я играл, да, вот эту роль, и я от него что-то брал. У вас такое происходит? Да, наверное, в моем случае в большей степени, потому что я вводилась в спектакль, когда спектакль уже состоялся, то есть когда это было уже готовое, абсолютно, произведение. Вот, и, конечно, мне пришлось, наверное, в большей степени брать что-то от Лены, но могу сказать, что это спектакль, который вот для меня, он все еще развивается, потому что, наверное, сначала это была роль на сопротивление, это было что-то для меня совершенно, мне, наверное, несвойственное, вот, И могу сказать, что сейчас уже это такой период, когда я получаю огромное удовольствие играя этот спектакль. Слушайте, мы говорим так про эту роль, а кого вы там вдвоём играете, мы так и не сказали. Там есть две семейные пары, и есть вот этот самый Джексон, который, мы не будем раскрывать все карты, чтобы вы пришли. Мы играем и жена, и любовница. В общем, все мы друг друга за... Но это главная роль или второстепенная? А там нет, там нет второстепенных ролей, у нас очень такой сложившийся тандем. Кстати, вот этот Джексон, сам Джексон, который летает от одной пары к другой, у нас уже девятый артист, который вводится на эту роль. Подумаешь, у вас всего двое, да? Там девять человек, смешно. Да, девятый человек. Ну и как вам? Кто из девяти вам больше понравился, Елена? Ну, мы в разным вариантах. Но до сих пор еще никто не сыграл идеально, да? Шучу, шучу. Нет, у нас спектакль в процессе всегда, то есть у нас такая слаженная команда, никогда не повторяется спектакль, то есть у нас нету заученных, там, знаете, интонации, так-так-так, мы всегда ищем. Это очень живой спектакль. Я, по крайней мере, я люблю всегда по-разному работать, ну, в рамках то, что нужно, но по-разному. Друзья, приходите 14 июня в Лофт Парк Подземка и увидите своими глазами, кто из девчонок будет там играть, все это 14 числа. Лена. Так, а вообще в рамках продолжения этого проекта какие-то еще спектакли намечаются? Да, в октябре мы планируем играть на площадке театра «Красный факел», это будет вечерний спектакль для взрослых «Итальянские фантазии», премьера которого состоялась буквально в мае этого года. И также мы планируем играть на площадке концертно-театрального центра «Евразия». И там тоже фантазии? Нет, скорее всего, это будет «Сорочинская ярмарка» и детский спектакль. То есть всегда все время разные для этого проекта по спектаклю браться? Отлично, после рекламы вернемся и поговорим о других проектах Театра на Левом берегу. Трисы театра «Левый на Левом берегу» Елена Фадеева и Лидия Гапоненко у нас в гостях. Доброе утро еще раз. Доброе утро. Доброе утро. Повсаждаем их летнюю деятельность в том числе. Это проект детский. Театр на Левом берегу любит детей, у них очень хороший детский спектакль, я знаю. Правда, у нас очень хороший классический красивый спектакль для детей. И что, в чем большое преимущество, я скажу, как человек, чей родной ребенок не любит долго что-то смотреть, у них спектакли где-то в районе часа, да? Да, да. Это очень оптимально. Это очень оптимально для ребенка, на самом деле, потому что полтора часа и два ему очень тяжело усидеть. Так вот, вернемся к проектам по работе с детьми, они не только показывают спектакли, делают много еще другого. Расскажите. Да, в этом году у нас стартовало еще очень много проектов по общению с нашими зрителями. То есть, во-первых, это были проекты для взрослых, у нас были всевозможные конкурсы, викторины. И поскольку очень много в нашем репертуаре спектаклей именно для детей, и мы решили, что нам нужно работать еще и с нашими маленькими зрителями. И вот буквально мы приурочили это все к Дню защиты детей. К 1 июня мы провели конкурс детских рисунков. И по результатам конкурса рисунок куда-то пойдет победитель. Да, Гранд, девочка. Тема какая-то была? Безусловно, тема была. Тема конкурса сказки театра, то есть рисунки по мотивам сказок театра. И гран-при, девочка, которая получила гран-при нашего конкурса, ее рисунок будет на репертуаре театра. Вот это да, на афишах, на всех. Да, в этом деле рисунки от детей, прямо от сердца нарисованы, знаете, вот они красивые какие-то, прекрасивые. Вот ребенок как чувствует, как летит. Самое главное, что они очень естественные. Да, естественно, они же настоящие. То есть, я так понимаю, не было, как сказать, мысли, чтобы какая-то неземная красота была. Мы хотели, чтобы именно дети выразили свое отношение в рисунке к нашим сказкам. И к этому плюсам еще планируется открытие детской театральной студии. Да, в следующем году мы планируем на базе театра открыть детскую театральную студию, которую будут вести артисты нашего театра. И в планах также привлечения наших будущих студийцев, в том числе и к работе в спектаклях. Возможно, что наших деток, самых выдающихся, мы будем задействовать в спектаклях. И все это будет у вас же в здании, в Навертковской 10? Навертковской 10, да. Крутотень. Требуем творчества, да. Творчества, да. Из-за того, что у нас в гостях актеры, мы попросили девушек что-нибудь нам исполнить. Что это будет? Или стихотворение, или кусочек роли, или что-то такое? Ой, вы знаете, я очень люблю стихотворение Володина. Оно очень короткое, очень жизненное. Села муха на варенье, вот и все стихотону? Да, спасибо. Живем, мужаем, всегда в пределе, сооружаем себе пределы, здесь можно смело, а там нельзя, лишь тех пределов живем, ползя. Ну, оно... Да, спасибо. Говоря о общении с детьми, и раз уж мы так прям нахваливали с Сашей ваше мастерство в плане их контакта, расскажите нам, в чем сложность для актера работать с детской публикой? В чем кайф? Сложность, да, это огромное удовольствие играть для детей. Ребенка невозможно обмануть. Ребенку, если не интересно, его внимание рассеивается, и все, и ты теряешься, а что делать не знаешь. И при этом реакции детей на спектакли могут быть зачастую такие неожиданные, даже в тех местах, где мы никогда не ожидаем какой-то реакции, они реагируют, реагируют очень живо, они сопереживают героям настолько искренне, что... Кстати, родители тоже всегда не остаются равнодушными к нашим детским спектаклям. Как Вы относитесь к тому, что театр приобщает Вас к каким-то еще вещам, помимо игры на сцене? Ведь все-таки Вы учились в театральных институтах, и Вас учили другому. Но вот еще какие-то конкурсы рисунков, какие-то школы актерского мастерства... Неужели Вы готовы пойти преподавать маленьким детям актерское мастерство? Ведь это очень серьезно и тяжело. Это очень благодарная работа. Почему нет? На самом деле, конкурс детского рисунка, ну, это была моя идея, честно скажу, но спасибо администрации, что очень поддержали. Да, вот, и я с огромным удовольствием этим занималась, и это было огромное удовольствие. Потом, когда приносили рисунки, я этому безумно радовалась, потому что... Какой спектакль чаще всего рисовали? Кот в сапогах. Самый популярный детский спектакль оказался. Кот в сапогах и Три поросенка, да. Или это потому, что ее проще рисовать? А Золушка. Да, у нас был необыкновенный рисунок. Девочка получила приз. Самый юный художник. Девочке три года она нарисовала принца и Золушку. Ну, там сложно распознать в этом рисунке принца и Золушку. Мы были просто все очень тронуты тем, что ребенок в три года... Вот такой вот рисунок. А тот рисунок, который победил, на нем что изображено? Это кот в сапогах. Кот в сапогах. И там котик. Да, котик в шляпе и в сапогах. Отлично. Мы безумно рады, что у вас все так получается хорошо. И надеюсь, что с студией тоже... Как-то по масштабам вы планируете ограничения? По возрасту? Сколько человек вы готовы принять? Есть что-то такое? Нет, пока таких ограничений нет. То есть, все пока в проекте. И все пока обсуждается. Но могу сказать, что... И все получится. Да, и все обязательно получится. Но могу сказать, что конкурс детского рисунка мы планируем сделать традиционным. Ежегодным? Да, ежегодным. И, возможно, следующий конкурс детского рисунка пройдет уже ближе к Новому году. И награждение пройдет уже непосредственно. У нас в зале каждый спектакль и вечерний, и утренний. У нас есть счастливые места. То есть зрители у нас... Там шоколадка под сиденьем? Нет. Это сюрприз для зрителей. Человек садится, ничего не знает. У него счастливое место. Для него подарок от театра. Пригласительный или еще как-то. На следующий спектакль. Ой, как здорово. Да, так что... Такой номер сиденья тебе не нравится. То есть такая маленькая лотерейка, да? Да, и она абсолютно честная. То есть каждый раз это разные сети. Это разные места. Это разные места. Вот в чем штука. Там можно забронировать себе одно место. Нет, у нас все сложно. У нас такие контролеры, что там... Каждый раз выбирается совершенно место случайно. Спасибо, друзья. Актрисы театра «На левом берегу» у нас были в гостях. Елена Фаниева и Лидия Гапоненко. Спасибо большое. Ждем вас. Спасибо. Испугалась, а я думала, выпроваживаешь гостей. Расскажите нам забавную историю из жизни. Короче, не так давно, буквально весной, мы играли спектакль «Муха-Цокатуха». Мы этот спектакль играем очень давно. Да, объездились. Это ваша классика уже. Да, да, да. Это уже наша классика. Мы объездили весь мир. Да. И вот буквально весной у нас была такая интересная ситуация на спектакле. Мальчик в первом ряду очень живо реагировал на спектакль. Он прям сопереживал всем героям. И вот в самый ответственный момент, когда мы побеждаем паука, подлетает к пауку, саплю вынимает, ему на всем скаку голову срубает. И в этот момент мальчик начинает плакать. То есть мы стоим на сцене. Ему жалко было паука. Мы радуемся тому, что не потому, что мы, может быть, даже убили паука, а потому, что мы спасли муху-Цокатуху. Да, победило добро. Да, победило добро. А мальчик в зале сидит и плачет просто на взрыв. Это было так трогательно. Нам пришлось даже мальчика за кулисой привезти, показать, что вот артист живой, что с ним все в порядке. То есть мы успокоили ребенка. Нам еще нужно было финальный танец танцевать, а мы понимаем, что у нас какое-то ощущение неловкости, потому что мы радуемся тому, что мы убили паука. И тут пришлось пересмотреть сценарий немножко. Это значит, что вы талантливые актеры. Это значит, что мы к своим зрителям, особенно к маленьким, очень внимательно относимся. В том числе я. Представляете, ребенок поверил, что на сцене реальный паук, мы его загасили, грубо говоря. А потом увели за сцену и показали, что он жив. И он такой, мама, что за обман вокруг? Обмана никакого нет, просто он переродился, он стал добрым. Ах, это паук-феникс. Как много удивительного театра на Лямбреку. Приходите на их спектакли. Спасибо. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok